Срезанные деревья и невысокая горка распиленных стволов. Еще неделю назад на этом пустыре высился ровный частокул лесных насаждений. Вместе с соседними деревьями он служил естественной границей между Яблоневым садом и поселком Тис, создавая уютную атмосферу тихого и уединенного места. Да и просто полюбился жителям как привычная часть не самого богатого местного пейзажа. Поэтому внезапному появлению рабочих с бензопилами те были, мягко говоря, не очень рады. Как выяснилось позже, деревья были жертвой амбициозных планов одной из компаний сотовой связи. Место расчистили под строительство новой вышки. И хотя людей заверили, что все делается в строгом соответствии с буквой закона, у жителей Яблоневым садом остались вопросы, на которые никто так и не дал ответ. Почему именно в этом месте? Почему нельзя выбрать другое место, где уже нет леса, чтобы не вырубать? Вот чуть дальше вы проедете, и лес стоит между Яблоневым садом и новой дорогой КПП-4. Там был вырублен большой, огромный часток леса для хранения щебня и песка. Почему там нельзя было построить? Там и подстанция рядом ближе. Здесь же теперь придется им как-то тащить все кобеля. С Анастасией соглашается и другая жительница Яблоневого сада Елена. По словам женщины, вырубленной в районе улицы Нижегородской деревья, это далеко не первая потеря, которую несет местный лес. И если так пойдет и дальше, зеленый цвет может напрочь исчезнуть из окружающей поселок Палитры. Вокруг Яблоневого сада идет постоянная вырубка. У нас была лесозащитная, какая-то там ветрозащитная полоса. Ее вырубили вот под строительство уже участков для многодетных. И вот между нами и Тизом, как бы последняя маленькая вот эта полоса, ее тоже вырубают. Пообщавшись с беспокойными жителями и выслушав их претензии, мы обратились за комментариями в городскую администрацию. И вот что нам ответили. Оператор выбирает участки города, где, по их мнению, нужно произвести охват связью данной территории. И эти места в своем обращении указывают. И мы уже их рассматривали. Если они соответствуют всем, что мы не имеем права отказать. Да, мы им разрешаем. Не имеем права отказать. Это определяется документом, который дает право застройщику проводить земляные работы. Канал 16 готовит отдельный материал про озеленение яблоневого сада и планы на благоустройство коттеджного поселка. Константин Перевозчиков, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24. Продолжение следует... Продолжение следует...